В программе дня – экскурсия по храму, особому месту моления людей. Сюда, помимо основных организаторов акции, в лице молодежного парламента, православного клуба «Встреча», благотворительного фонда «Пути преодоления» волонтеров СИБГИУ и КИМГУ подошли с родителями ребятишки из реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» и воспитанники коррекционной школы для слабослышащих. Специально для них панамарь собора Арсений Старченков рассказал про устройство храма и расположение святых. Зачем его надо расписывать? Какие в храме есть иконы? Следуя зову души, все желающие поставили свечку, помолились, подумали о сокровенном. Далее поступило предложение отправиться на колокольню. Это было нелегким решением для многих ребят. Преодолеть непростой подъем из множества ступенек решились самые отважные. Не обошлось и без помощи друзей. При панораме открывшейся самой высокой точки собора на душе стало светлее и радостнее. «Здорово. Мне даже как-то приятно до слез, что нам помогли, что мы смогли сюда забраться, что мы здесь, что мы послушаем колокола». Эти ребята впервые на колокольне. Оказаться так высоко, взирая на город с высоты птичьего полета, не только восторг, но и победа. Маленькая победа над собой и недугом. «Да холодно. Что здесь? Колокол вон висит. Звонить в него можно». Светлую седмицу в праздничный колокол, как и полагается, трезвонит вовсям. Ребятам посчастливилось послушать благовест и увидеть, как на деле выглядит этот процесс. В светлую пасхальную неделю каждый желающий может взобраться на колокольню, чтобы не только послушать благовест, но и прикоснуться к этому чуду – колокольный звон. Звонить в храмовые колокола во время Светлой Седмицы с древних времен разрешается всем желающим. Главное – не ударять сильно. Важнее добиваться приятного звучания. Попробовать себя в роли звонаря дети даже и не мечтали. Ни один прихожанин после такой экскурсии не уходит печальным. «Именно колокольный звон передает состояние души человека. Я бы даже сказал состояние души звонаря самого. Он звонит, и он бывает хорошо звонит, а бывает не очень хорошо. Поверен ваше, как сказал Господь, но будет вам. И поэтому многим, я думаю, исцелятся. Многие пришли с каким-то горем, с каким-то несчастьем, а здесь, мне кажется, они обретут все-таки покой и понравятся. Окончание экскурсии продолжили в трапезной. Здесь к ребятам с торжественным словом обратился иерей Владимир Чуряков. После ждал очиепитие и концерт. В нем приняли участие многие из тех, кто пришел. Были сказки и песни. Не обошлось без улыбок и светлых моментов грусти со слезами на глазах. Акция по сбору денежных средств на операцию девочки с заболеванием ДЦП удалась. Она охватила 17 организаций в количестве 1500 человек. Разукрасив около тысячи яиц с выдумкой и фантазией, главный пасхальный атрибут разместили на продажу в трех крупных торговых центрах города. Цену за яркое яичко каждый определял сам. Результат стоил, во-первых, потому что дети, можно посмотреть на детей, они счастливы. Во-вторых, в сборе средств девочки на поездку в Южкорду мы подходим уже почти к нашему минимальному порогу, то есть по сбору средств. Мы думаем, что ей 8 мая надо уезжать. Мы думаем, что мы сумму средств все соберем, которые нам необходимы. Это 50 тысяч рублей. Думаю, что мы сможем собрать всю полную сумму. Больные дети не безразличны обществу. Их любят и ценят. Это удалось доказать на примере жизненно необходимой акции, которую отныне планируют проводить не только в неделю добра.